всем всем огромный привет меня зовут светлана и вы в гостях у меня на моем канале который называется светлана калифорния кантри сайт и огромное вам спасибо что заглянули на мой канал и сегодня сегодня хочу вам быстренько рассказать собрала вот столько документов это огромная такая папка и мы сегодня отправляем все эти документы на мою вторую грин карту на сайте и с я с мой муж распечатал всю информацию какие документы необходимо предоставить там вы заполняете специальную форму распечатываете с этого сайта форма называется ой 751 и в этой форме первая часть заполняете вы на грин карту вторую часть заполняет ваш муж вот питер заполнил вторую часть подписываете все живые подписи и вот такой документе так дальше дальше вам нужно сделать копию вашей грин карты с двух сторон мы это сделали и представить еще какие-нибудь доказательства реальности вашего брака и здесь может быть все что угодно письма от друзей и родственников с которыми вы общаетесь и вот нам написала там там требуется всего два-три письма но мы попросили просто разных людей и у нас наверное 10 писем получилось вот но мы все их туда соберем все это отдадим дальше письма которые такие они не личного характера так скажем приходили мне мне но на адрес питера так скажем из банков там я не знаю из медицинских каких-то учреждений что такое дальше совместные оплаты совместные счета путешествия если вот вы были где-то бронирование гостиниц отель у нас все это есть плюс у нас совместные медицинские страховки и есть некоторые документы на машины на наши машины там тоже страховки и мое имя вписано и питера имя из на общем вот такие вот документы плюс я еще распечатала несколько фотографий но получилось много довольно фотография даже количество их не считала но папка такая увесистая хочу вам просто показать несколько таких вот фотографии это мы были в августе я уже как раз тогда подстриглась outlet это хон мы приехали а там сумасшедшие скидки но правда никаких новых коллекций ничего там не просто распродавали все что там уже было здесь вот питер меня стрижет дома фотография здесь мы отмечаем это был винный бар веритас мы отмечали нашу вторую годовщины свадьбы здесь такая темная фотография но так присмотреться это я сижу и питер это мы в бейкерсфилде зашли покушать себе купили какой-то ресторанчик на вынос правда ресторан работал только на вынос здесь мы им весной каждую весну мы ездим здесь по окрестным горам и просто смотрим какие дикие цветы распустились и цветут бывает очень красивый и бывают гор таки знаете разноцветные от этих цветов и на этой фотографии вот здесь в уголочке это сын питера друзья его были ну питер знает этих людей и вот сын был так здесь мы просто какой-то вечер тоже вот наш любимый винный бар веритас тарелка хумус дальше здесь мы рисуем мордашки это на дни рождения у наших ну так скажем у внучков питера мальчик и девочка им было три годика близнецы они живут в санта-барбаре и это их мама это дочка питера а здесь мы с ними сидим в парке проводили день рождения потому что один годик когда им был и два годика проводили в санта-барбаре у них прямо дома а потом уже знаете и поняли что слишком мало место получается у них двор такой же как наш backyard дом такой небольшой но людей много и дети очень активные и выехали специально в парк там развлечения всякие качели все это есть просто пиццу заказали разных там сортов какие-то напитки были и как-то больше просторно и дети там играли батут поставили такой же вот батут был на два года они заказывали только домой вот здесь мы дочка взять близнецы и мы с питером на таком вот батуте то ли у кого-то из друзей этот батут в личном пользовании есть они просто попросили и привезли здесь мы опять же веритас веритасе но уже с нашим другом рикардо вот я иногда о нем рассказываю это такой интеллигентный мужчина неженатый правда холостяк сейчас но он не хочет больше жениться два или три раза он был женат здесь мы с питером сентябрь 19 года это ездили на курорт мамонтовые озера то же самое только мы уже какая-то прогулка там было а это общественный транспорт автобусы это внутри автобусов там же мамонтовые озера здесь мы обсерватория гриффита и так если видно я не знаю там вдалеке вот как раз палец мой где здесь ну да даунтаун лос-анджелес а вот здесь вот где мои пальцы это обсерватория гриффита лос-анджелес 4 июля день независимости сша мы вечером 10 часов вечера просто на дороге сидим смотрим салют у нас каждый год салют это хачапи где-то 10 минут а это 6 часов утра это у нас в нашем поселке каждый год кроме этого года проводят и проводили им такие огромные воздушные шары с корзинами вы можете полетать у меня есть видео как мы летали вот на таком воздушным шаре вот здесь вот кому интересно правый верхний уголок заглядывайте это по дороге в национальный парк секвойя калифорнии недалеко здесь от нас это тоже в этом парке это наша была уже здесь у нас дочка моя а вот это мы были пизма бич это между сан-франциско и лос-анджелесом на берегу курортный городок тоже кому интересно плейлист называется сша калифорния просто жизнь кому интересно вот там много всяких блогов путешествий наших здесь фотография мы с питером были долина антилоп и там такое как вам сказать охраняемая такая территория именно для шульц и калифорнийской или маг калифорнийский этот вот оранжевый такой желтый так 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 здесь это у нас маша прилетала в девятнадцатом году на зимних каникулах на 10 дней прилетала к нам и мы поехали в сан-диего и вот это бальбоа парк тоже у меня есть видео кому интересно найдете а это в зоопарке правда слон не живой а всего лишь слоны точнее наверно мама и дочка такие скульптуры а это вот перед зоопарком там еще перед зоопарком такой красивый лев есть но не знаю не нашла эту фотографию хотя мне кажется я делал фотографии это тоже мы просто ужинаем бар веритас так на память сделала здесь мы ноябрь конец ноября мы поехали к младшей сестре которая тогда проживала сан-франциско там пригороде сан-франциско не самом центре там да а в каком-то пригороде и даже не помню там как называется там их несколько городков таких пригородных но вот это вот в самом сан-франциско мы с питером гуляли а это уже дома у этой сестры вот она вот эта сестра это младшая сестра их вообще в семье было пятеро детей питер самый старший еще четыре сестры так и кто еще здесь а это вот ее старшая дочка я и питер это у них дома но они уже продали свой дом у них огромный такой дом у меня тоже есть видео я такую экскурсию делала внутри этого дома трехэтажный дом на первом этаже и на втором этаже гостевые большие комнаты на втором же этаже огромная столовая огромная кухня а спален у них если я не ошибаюсь было что-то 5 или 6 но они не все были функционировали как спальни что-то там под кабинет было сделано ну как спальни было наверное сколько было спален 4 спальни 4 или сколько раз два три до 4 спальни это было сделано как спальни остальные просто там в каком-то там просто свалка каких-то вещей было где-то просто кабинет был сделан вот но они продали этот дом потому что огромный дом две дочери они уже выросли уже живут отдельно и они решили продать это дома и переехать поближе купить дом в долину на по где живет младшая дочь обе дочери замужем у обоих дочери уже дети есть вот и дом свой они продали вот сестра называла миллион 750 тысяч но там домина такой огромный на три гараже на три машины что ли еще гараж да такой красивый все супер дом но это вот на кухне мы стоим это тоже одна из сестер но уже не самая младшая так это я прилетала что ли или не прилетал чем это мой день рождения мы отмечаем и уже не помню я наверно уже здесь была потому что наверно восемнадцатом году я сюда переехала правильно я говорю до восемнадцатом году я уже здесь была а вот эти фотографии это со свадьбы это вся наша семья здесь на этой фотографии я вижу да все сестры вот питера питер и четыре сестры со своими мужьями все замужем кроме одной сестры кроме двух сестер нет кроме одной сестры кроме одной все остальные замужем их дети и некоторые дети женаты со своими вторыми половинками и вот в серединке в белом это жених и невеста свадьба проходила в конце октября поэтому в стиле хэллоуин все было сделано здесь мы с дочерью и с дятем мы в таких греческих костюмах они такой знаете как каменный век здесь такой мультфильм популярный в америке я правда не знаю как он называется но питер миша там такое говорил в каменном веке короче муж жена и детки и вот они героев этого мультфильма костюмы тоже купили и мы просто на церемонии бракосочетания вот в твоем сидим смотрим так ну вот хорошо не очень длинное получилось видео так но я стою на улице забыла вам сказать маленькое дополнение нужно еще оплатить за грин карту 680 долларов муж выписал чек и положил вместе все с документами этот чек тоже все отправляем конверт через fedex у нас уже конверт этот оплачен нужно только заехать у волгринс это наша аптека и там есть ящик куда мы бросим наш конверт большой понедельник он уже уйдет сегодня пятница уже пять часов вечера я думаю основную информацию я вам сказала все показала огромное спасибо кто посмотрел это видео и огромное спасибо всем кто написал комментарий и встречаемся с вами очень очень скоро всех целую обнимаю пока